МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущие мировые телекомпании транслировали эти кадры в прямом эфире. Тяжелые танки в упор расстреливают здание Белого дома, где еще оставались депутаты Верховного Совета, обслуживающие персонал и добровольцы. Я вот сожалел, буду сожалеть до самой гробовой доски, буду всегда переживать, что погибли люди. Вот что меня мучает больше всего. Погибли люди. И не удалось вот эту вот гадость одолеть, которая разрушала нашу страну. Вот о чем я буду сожалеть. Больше ничего не о чем. Почему? Потому что мне не стыдно за свою жизнь. Взял на себя первую роль. Ну, это была уже фатальной ошибкой. Фатальной, которая фактически закрывала дорогу для дальнейшей политической деятельности, какой бы то ни было. Не говоря уже о знаменитом призыве ко всем молодым мужчинам брать оружие, штурмовать мэрию и Останкино. И если бы начали штурмовать Белый дом, там же было бы море людской крови. Я всегда привожу этот пример таким образом. А как бы я сейчас сидел вот перед вами и смотрел бы вам в глаза, если бы я был организатором всего этого. Побоище. К четырем часам дня спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» захватили первые три этажа здания Верховного Совета. После длительных переговоров исполняющий обязанности президента России Александр Рудской согласился сдаться. Под прицелом видеокамер его посадили в автобус и отвезли в Лефортовскую тюрьму. Александр Рудской провел в заключении почти пять месяцев. Каждое воскресенье, вплоть до освобождения, возле Лефортова проходили пикеты с требованием освободить политических заключенных. Люди скандировали лозунг октябрьских дней 93-го года «Рудской президент». Очень важно понять, куда поворачивается история для политика и действовать на стороне истории. Политики побеждают тогда, когда история действует на их стороне. И наоборот, проигрывают тогда, когда не понимают, что история уже идет дальше. Это абсолютный закон, в действии которого убедились все персонажи российской истории 90-х годов. Александра Рудского освободили из-под стражи 26 февраля 94-го года. Уже спустя несколько месяцев он создал собственное политическое движение «Держава». Организация объединила людей, придерживающихся националистических взглядов в политике. В 96-м году Александр Рудской баллотировался на пост президента страны. Власть – это то, к чему он стремился всю свою жизнь. Человек сам выстраивает свою судьбу. Он сам ее выстраивает. И все зависит. И когда, знаете, говорят, да вот, вот это вот мне мешает, это мешает. Да никто тебе не мешает. Все зависит от самого человека. Если он правильно, ритмично все это выстраивает, все это получится. Александр Рудской прошел сложный жизненный путь от простого солдата до генерала и губернатора. Он родился 16 сентября 1947 года в семье офицера Советской армии. Отцу, Владимиру Александровичу, часто приходилось менять место службы. Поэтому о нормальной учебе не могло быть и речи. С каждой новой четвертью в дневнике Саши появлялось все больше троек и двоек. В конечном итоге родители отправили мальчика в Курск, к деду, который за каждую провинность бил внука ремнем. Я на него за это не был в обиде. Я прекрасно понимал, что я виноват. Но вместе с тем он, кроме ремня прикладства, это был глубоко начитанный человек, грудированный, интеллигентный, такой жесткий, строгих правил. И как бы больше всего в своей жизни, в своем воспитании взял именно от деда. Недалеко от дома деда находился аэродром. Каждый день Александр наблюдал, как взлетают и садятся самолеты, прыгают парашютисты. В 14 лет он записался в местный аэроклуб. Уже после первого полета Александр понял, небо – это его стихия. Ощущение вот этого простора, ощущение парящей, подчеркиваю, независимости, да, не только влечет, а она делает человека фанатом этого дела. Отныне Александр мечтал лишь об одном – стать пилотом. Причем обязательно военным. В мае 1967 года, несмотря на жесткий конкурс, 18 человек на место Рудской с успехом сдал вступительные экзамены и поступил в Барнаульское авиационное училище. После его окончания Александр был отправлен в Борисоглебск. В 1977 году Александр Рудской поступил на командный факультет военно-воздушной академии имени Гагарина. Он еще учился, когда в Афганистан вошли советские войска. Как заявил Леонид Брежнев, в то время руководитель страны, для оказания интернациональной помощи братскому афганскому народу. В Союзе практически никто не знал, что означает эта формулировка. Однако все понимали, что это настоящая война. В 1985-м Александр Рудской, как и многие офицеры, принял личное участие в боевых действиях. Трагедия произошла в апреле 1986-го. Самолет Александра Рудского был сбит на высоте всего 200 метров. Летчик успел катапультироваться, но парашют раскрылся буквально в момент приземления. От сильного удара произошел перелом позвоночника, отказали ноги. Руки практически не чувствовались. Никто не верил, что он выживет. Однако после лечения и длительных тренировок Александр Рудской смог вернуться в строй. Уже через несколько месяцев ему вновь предложили отправиться в Афганистан. Рудской принял это предложение и вскоре занял пост заместителя командующего ВВС 40-й армии, базирующейся в Афганистане. 4 августа 1988 года Александр Рудской принял участие в налете на базу маджахедов Жавара. Именно здесь, два года назад, он был сбит американской ракетой «Стингер». Неожиданно во время совершения очередного виража сработала система предупреждения о ракетной атаке. Судя по приборам, самолет Рудского атаковал вражеский истребитель. Штурмовик, который пилотировал Рудской, был совершенно не приспособлен к воздушному бою. Маневры, резкие уходы с линии атаки ни к чему не привели. Первая ракета попала в левый двигатель, вторая – в правый. Как выяснилось позже, самолет заместителя командующего был атакован и расстрелян пакистанским истребителем. Пакистан, конечно, помогал этой базе и значительно показал. Помогал. Почему? Потому что, ну, что такое Пакистан? Это Соединенные Штаты Америки. Ну, куда они денутся? Конечно, они помогали. Конечно, они помогали. Как и сегодня помогает бороться с талибаном. Александр Рудской попал в плен к пакистанским спецслужбам. За информацию о составе, численности и расположении советских военно-воздушных сил в Афганистане Рудскому предлагали солидное денежное вознаграждение и гражданство одной из западных стран. В противном случае его ждала смерть. Заманчивые предложения чередовались допросами в жесткой форме. Его несколько раз выводили на расстрел. Но Рудской отказался стать предателем. Чуть позже его обменяли на арестованного советскими спецслужбами иностранного агента. За мужество, проявленное в плену, Александру Рудскому присвоили звание Героя Советского Союза. Вернувшись в Москву, Рудской стал слушателем Академии Генерального штаба. Баллотировался на пост депутата Верховного Совета. Первый раз неудачно. Вторую попытку войти в политику он предпринял в родном Курске. На этот раз успешно. Советский Союз существует. Коммунистическая партия есть. Приезжает полковник в Курск, герой Советского Союза, выступает перед партийным активом и говорит, что нет в России коммуниста, коммунисте меня. Если все коммунисты умрут и станут один, то этим коммунистом буду я, Александр Рудской. Разве могли бы его не поддержать в борьбе за мандат депутата Верховного Совета РСФСР? Карьера Александра Рудского-коммуниста развивалась стремительно. Летом 1990 года он был избран членом Центрального комитета Компартии РСФСР, стал делегатом 28-го съезда КПСС. Однако вскоре Александр Рудской выступил с громким заявлением. Он предложил создать демократическое крыло коммунистической партии. Его поддержали некоторые парламентарии. В результате в рядах коммунистов произошел раскол. Этого Рудскому еще долго не могли простить бывшие соратники по партии. Он сам говорил, ну что такое жизнь военного летчика? Полеты, газета «Красная звезда», политзанятия, ну там семья и все. Он никогда этими вопросами политики до этого не интересовался. Это не было. Он не проводил бессонные ночи за чтением каких-то политических или экономических трудов. Он об этом не думал. Поэтому говорить о том, что у него какие-то сложились какая-то система взглядов, это нелепо. У него была интуиция. Он ощущал, да, что в КПСС что-то не то. Весной 1991 года КПСС, коммунистическая партия, ведущая политическая сила СССР, практически утратила былое влияние. Союзное правительство лишалось многих полномочий. На первые роли стали выходить главы республик. 12 июня должны были состояться выборы первого президента Российской Федерации. Наибольшие шансы на победу имели Николай Рыжков и Борис Ельцин. В качестве кандидата на пост вице-президента Николай Рыжков пригласил Бориса Громова, бывшего командующего 40-й армией и нынешнего губернатора Московской области. Выбор Рыжкова был очень серьезный и правильный. Ну что, кто-то подсказал Ельцину, что надо это дело парировать. Они позвали Рыжкова, тогда он стал героем Советского Союза, вы помните его историю немножко, да? Ну и как бы вот в противовес Громову с Ельцином идет вице-президентом Рыжкова. Звонок сотрудника аппарата председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина застал Александра Рыжкова врасплох. Ельцин приглашал его, как было сказано, для очень важного разговора. Какого? Оставалось только догадываться. Они, конечно, пересекались в длинных коридорах здания, однако близко знакомы не были. Возможно, встреча будет посвящена деятельности созданной им партии, так рассуждал Рыжкова, входя в просторный кабинет Ельцина. Там его уже ждали. Борис Ельцин предложил Рудскому на ближайших выборах выступить вместе с ним в качестве претендента на пост вице-президента. После долгих раздумий Рудской отказался от заманчивого предложения. Однако Ельцин был настойчив. Он гарантировал, что на новом месте Рудской будет лично курировать силовые ведомства. Только после этого Александр Рудской дал согласие. И мы все шли не за должностями. Не за портфелями. И не для того, чтобы набивать карманы, как это сегодня многие делают, занимаясь наглой коррупцией и прямым воровством. А мы шли для того, чтобы изменить обстановку в стране. Ведь дело в том, что считать нормальным, когда на полках в магазинах маринованный чеснок, киль к автомате и все по талонам, питание, носки, одежда, это ненормально. 12 июня 1991 года тандем Ельцин-Рудской одержал сокрушительную победу. За них проголосовало более 57% россиян. Лишь спустя несколько лет Александр Рудской узнал, почему Ельцин выбрал именно его. На этот пост претендовали Геннадий Бурбулис и Руслан Хасбулатов. Однако оба кандидата не пользовались популярностью в народе. И тогда спичрайтер Ельцина Людмила Пихоя предложила кандидатуру Рудского, чей образ героя-афганца подходил для избирательной кампании как нельзя лучше. Став соратником Бориса Ельцина, Александр Рудской окончательно отрекся от бывших однопартийцев. 2 июля 1991 года он сложил с себя полномочия члена ЦК Коммунистической партии РСФСР. Философы говорят, что предательство – это двигатель прогресса. Я не знаю, с чем связано. Оказывается, не отрекаясь от старого и так далее, нельзя создать новое. Мне это не очень нравится, но тем не менее, вот так философские подходят. Здесь произошел акт предательства. Что происходит потом? Разумеется, Рудской переходит в стан наших политических противников, и мы ведем с ними борьбу. Но это происходит недолго, до 1993 года. 20 августа 1991 года в Москве между субъектами СССР планировалось подписать новый договор. Он давал союзным республикам больше свободы в вопросах экономики и политики. 19 августа был создан ГКЧП. который ввел в стране чрезвычайное положение. Президент СССР Михаил Горбачев был посажен под домашний арест в своей резиденции в Фаросе. Президент России Борис Ельцин, который мог в случае победы ГКЧП потерять с трудом завоеванную власть, призвал своих сторонников собраться возле Дома Советов. В Москву были введены воинские подразделения. Честно говоря, я так не был уверен вполне, что мы оттуда вообще из Белого дома уйдем живыми. Потому что сейчас об этом как-то пишут так, что это был какой-то, мол, фарс, какая-то комедия. Да нет, тогда это все было очень страшно, все это очень серьезно казалось. На сторону Бориса Ельцина перешли подразделения Таманской дивизии. Стоя на танке, президент России обратился с воззванием к народу. Он призвал не подчиняться ГКЧП, назвал все происходящее государственным переворотом. Ельцин призвал спасти Михаила Горбачева и не допустить возвращения в коммунистическое прошлое. В те дни Александр Рудской отвечал за организацию обороны Дома Советов. 21 августа вместе со своей охраной он вылетел в фарос к Михаилу Горбачеву. Вел он себя очень, так сказать, активно, энергично. Потом летал в фарос за Горбачевым. То есть, ну, казался такой военный на своем месте, герой там. Вот, никаких, так сказать, сомнений в его мужестве не было на тот момент. Во всяком случае у меня. И подумать не мог, что пройдет буквально там один-два месяца и какой-то начнется конфликт между ним и Ельциным, между ним и Бурбулесом, между ним и Скоковым. После разгона ГКЧП отношения между Борисом Ельциным и Александром Рудским стали ухудшаться. Через несколько месяцев теперь уже генерал-майор Рудской, это звание ему было присвоено через два дня после возвращения из фароса, был отстранен от управления силовыми ведомствами России. Рудской начал их, в общем-то, требовать от них то, что требуется, работать, давать результаты и делать. И вот как раз вы напомните ситуацию, а потом началось это послабление. Началось вот это окружение около Ельцина, на ухо, будем говорить, шептать в бане, за баней, за рюмкой, что ох Рудской, да он злой, да и очень сердитый, да очень требовательный, да вот это. И Ельцин в итоге начал, то одно министерство заберет, то другое, и дело дошло-то, в итоге он вообще все у него забрал. Потом его на сельское хозяйство бросил. Еще с советских времен назначение на пост руководителя агропромышленного комплекса считалось наказанием, за которым следовала отставка. И Рудской об этом прекрасно знал. Однако вместо того, чтобы впасть в отчаяние, он бросил все силы на изучение совершенно нового для него дела. За короткий срок под руководством Александра Рудского был составлен план развития сельского хозяйства страны. В рамках этого проекта в Подмосковье был построен экспериментальный перерабатывающий комплекс. Он наглядно показывал, как эффективно в России можно заниматься животноводством. Борис Ельцин лично приехал осмотреть новый объект. Был очень доволен. Но спустя несколько дней Александр Рудской неожиданно для всех получил новое назначение. Борис Николаевич, видишь, что меня затопить на агропромышленном комплексе невозможно, назначает руководителя межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. Вот тут-то, так сказать, он... Это советчики, понимаете? Есть такой уникальный советчик, бурбулист господин. Очень много гадостей. И для страны сделал, и для Бориса Николаевича. Это его идея. Как и в случае с сельским хозяйством, Александр Рудской рьяно взялся за выполнение новой задачи. В кратчайшие сроки он создал специальную группу, в которую вошли следователи прокуратуры. Эти люди взяли под контроль практически все крупные траты, осуществляемые государственными чиновниками. Масштабы коррупции оказались колоссальными. Рудской человек жесткий, прямолинейный. Он весь мир видел в оптическом прицеле войны. То есть вот это враг, это друг, это молодец, это злодей. Вот это хороший, это плохой. Это черное, это белое. Поэтому каких-то, скажем так, системных взглядов у него не было. Когда начались ельцинские, точнее, гайдаровские реформы, он ощутил, что да, что-то не то, страна идет не туда. О ходе своих расследований Александр Рудской лично докладывал Борису Ельцину. Однако на этом все и закончилось. Люди, которые, согласно документам, воровали из государственного бюджета миллионы долларов, по-прежнему занимали свои посты. Против них не возбуждались уголовные дела, не проводились следственные мероприятия. Долгое время Александр Рудской не мог понять, что происходит. А потом мне стало понятно, я стал свидетелем просто этого. Получилось так, я пришел с очередным докладом, ушел заниматься, и в приемной у секретаря забыл папку. Возвращаясь за папкой, а дверь была приоткрыта. Сидят, не буду фамилии называть, те люди, которых надо было сажать, и Борис Николаевич им покажет документ, что Рудской на них накопал. Я тут же зашел в кабинет, и говорю, извините, дверь была приоткрыта, и говорю, Борис Николаевич, я больше этой работой заниматься не буду. После чего вынужден был доложить Верховному Совету, что происходит в этом направлении. С докладом о коррупции Александр Рудской выступил 25 апреля 1993 года. С трибуны Верховного Совета он прилюдно назвал коррупционерами Егора Гайдара, Геннадия Бурбулиса, Михаила Полторанина, Владимира Шумейко, Александра Шохина, Анатолия Чубайса и Андрея Козырева. Просто уже пришло время, надо разобраться окончательно по всей этой ситуации, кто же виноват в том, что происходит в Российской Федерации. По словам Рудского, он собрал 11 чемоданов доказательств виновности высших должностных лиц. Однако журналисты писали, что никаких чемоданов компромата никогда не было. Что такое 12 чемоданов Рудского? Это не мифы. У Рудского была комиссия в борьбе с коррупцией, в состав которой входил генеральный прокурор Степанков. Степанков представил в эту комиссию, в том числе материалы, которые были направлены ему мною. Соответственно, среди 12 чемоданов Рудского были в том числе материалы моей вот этой комиссии. В своей речи Рудской обвинил Бориса Ельцина в покровительстве коррупционерам. Ответ со стороны президента последовал незамедлительно. В честь офицера и самолюбия, уйди, если ты не согласен с линией президента. И все. Рудской, а вместе с ним и Юрий Болдырев, были отстранены от всех занимаемых должностей. Оставаясь в кремлевской команде, оставаясь в должности очень ответственной вице-президента, становиться фактически на такую доску внутренней оппозиции, начинать открытую борьбу с трибуны съезда народных депутатов России. Но это было, конечно, политической ошибкой. Уже через несколько месяцев обвинение в коррупции было предъявлено самому вице-президенту. Комиссия, которую по злой иронии судьбы когда-то создал сам Рудской, якобы обнаружила в одном из швейцарских банков деньги, принадлежащие второму лицу государства. В качестве доказательства были предъявлены документы, подписанные лично Рудским. А в итоге-то что оказалось? Все это подделка, подпись подделана, а Александр Иванович имел, ну что ли, пристрастие, что ли он хороший, нормальный, серьезный документ, как всегда подписывал перевод ручкой. А там сделали подделку подписи, а там это как он называется сейчас? Ну, обычная ручка, как называется? Шарикова! 3 сентября 1993 года Борис Ельцин отстранил вице-президента от исполнения его обязанностей. Между тем, в стране разгорался парламентский кризис. Верховный Совет отстаивал идею создания в России парламентской республики при существенном ограничении власти президента. Бориса Ельцина такой поворот событий не устраивал. Это была страшная коллизия. Это шла борьба. Борьба высшего лица нашего государства и Верховного Совета, который, я подчеркиваю, делал все возможное для того, чтобы подстранить его от власти. 21 сентября 1993 года Борис Ельцин издал печально знаменитый указ 1400, который предусматривал досрочное прекращение полномочий Верховного Совета. С сегодняшнего дня прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Конституционный суд признал это решение незаконным. В соответствии с Конституцией Борис Ельцин формально был смещен со своего поста, а обязанности президента стал исполнять Александр Рудской. Он чувствовал себя невостребованным, когда начались экономические реформы, когда потребовалось профессиональное знание экономики, когда нужно было принимать очень такие сложные ответственные решения, и когда стали на первых ролях действовать Гайдар, Чубайс, вот эта команда, он почувствовал себя как бы отстраненным от принятия главных решений. Он не находил себе места. Он крайне амбициозный человек, конечно, вот так, как я себе его представляю, если характеризовать его. Но я это не говорю в отрицательном смысле, потому что в политике и на высших должностях не должны присутствовать люди аморфные, амеба какие-то. При этом должна и взвешенность присутствовать, потому что вы укормила власти, и ваши любые шаги отражаются на государстве. В ночь на 22 сентября 1993 года Александр Рудской принес президентскую присягу перед Верховным Советом. Его полномочия признали некоторые регионы, однако полностью взять ситуацию под свой контроль он так и не смог. Между тем Борис Ельцин сделал ответный шаг. По его приказу в Москву вошли войска. Практически одна треть Верховного Совета просто предала эти идеи. Хотя многие из них больше всех визжали на Верховном Совете, именно визжали. Крик переходил на визг, что это неправильная приватизация, это коррупция, это растаскивание национального достояния страны. Бабах, когда нас колючей проволокой обнесли, все, они перебежали в тот лагерь. Предательство. Вот почему тогда, в 1993 году, все это закончилось именно таким образом. 3 октября в 2 часа дня на Октябрьской площади Москвы начался митинг в поддержку осажденных в Белом доме парламентариев. Однако в последний момент ОМОН попытался разогнать собравшихся. Участники демонстрации, прорвав оцепление на Крымском мосту, деблокировали Дом Советов. При прорыве два сотрудника ОМОНа получили ранения. Рудской призвал защитников парламента к штурму московской мэрии. Молодежь, боеспособные мужчины, в узле слева части строятся формировать отряды и надо сегодня штурмом взять мэрию и останки. Менее чем через час здание было захвачено, а подразделения, блокировавшие со всех сторон Белый дом, покинули его окрестности. В 17 часов отряд вооруженных сторонников парламента направился в Останкино. В Москве в октябре 1993 года была не просто борьба между ветвями власти, а вооруженный мятеж. Потому что этот приказ был исполнен. И то, и то, и другое здание были действительно подвергнуты штурму. Так что была допущена фатальная ошибка, за которую Александр Владимирович в последующее время вынужден был расплачиваться. Вечером 3 октября сторонники Бориса Ельцина стали собираться на Тверской улице. Из пришедших были спешно сформированы отряды для захвата и охраны важных объектов инфраструктуры Москвы. Митингующим роздано оружие. В половине 10 утра расположенные на Калининском мосту танки начали обстрел в верхних этажах здания Верховного Совета. Шесть машин выпустили 12 снарядов. В 3 часа дня отряды специального назначения Альфа и Вымпел получили приказ атаковать здание Верховного Совета. Приказ Верховного главнокомандующего для военнослужащего это святой приказ, который надо исполнять. Но я откровенно говорю, нами и командирами и личным составом Владелевич второе чувство. Чувство того, что там наши люди и если бы начали штурмовать Белый дом, там же было бы море людской крови. Командиры Альфы и Вымпела после длительных переговоров уговорили защитников сдаться. Перед тем, как покинуть здание Верховного Совета, Александр Рудской продемонстрировал журналистам автомат Калашникова, из которого не было произведено ни одного выстрела. Политика это какой-то некий антимир, это вот не мир Бога, это мир дьявола, где все наоборот, где все добродетели оборачиваются пороками, а пороки наоборот добродетелями. Как бы все это умом понимаешь, но вот когда вспоминаешь это, все равно думаешь, ну подождите, ну как же так можно, так же нельзя делать, вот как вы делали. Единственное, повезло может быть, что это не обернулось полномасштабной гражданской войной. Александр Рудской был амнистирован и спустя пять месяцев вышел на свободу. В 1996-м он баллотировался на пост президента страны. Однако в самый последний момент Рудской снял свою кандидатуру и призвал своих сторонников голосовать за Геннадия Зюганова. Коммунисты по достоинству оценили этот шаг. Осенью 1996-го во время выборов губернатора Курской области президиум Центрального комитета КПРФ рекомендовал местным партийцам снять с голосования своего представителя в пользу Александра Рудского. Как бы мы ни относились к Рудскому, но у нас есть партия, значит, есть дисциплина. В воскресенье выборы, а в субботу мы сняли Михайлова и, соответственно, он освободил дорогу к победе Александра Владимировича Рудского. Триумфальное шествие Рудского, потому что победа безусловно была оглушительной. 20 октября 1996-го года Александр Рудской был избран губернатором Курской области, набрав 79% голосов избирателей. Результат оказался впечатляющим, как и то, с чем пришлось столкнуться новому губернатору. Шесть месяцев не платили пенсии, на предприятиях не платили зарплату от года до двух лет, в сельском хозяйстве вообще забыли, когда получили заработную плату, а денег нет. В бюджете дырка от бублика, там вообще ничего нет. Рентабельность сельского хозяйства минус 39%. Вот такую область я принял. Курская область – это аграрный регион. Александр Рудской, который уже имел опыт работы в сельском хозяйстве, примерно представлял, как можно исправить положение. Для этого необходимо было выполнить лишь два условия. Найти деньги для развития и поставить на руководящие посты предприимчивых людей. Он уволил большинство местных чиновников, а на их места посадил людей, которые приехали с ним из Москвы. После прихода к власти нового губернатора Эдуарду Масалову уже спустя несколько месяцев пришлось уйти из поста заместителя председателя правительства Курской области по финансам. Прибыла его команда, которая, в принципе, на мой взгляд, считала, что они приехали как бы в провинцию, которая вообще ничего не понимает, а они лучше знают. Поэтому все законы, которые мы говорим, есть экономический закон, есть закон Российской Федерации, и он несколько по-другому требует принятия решений, ну, как бы отбиралась. Поэтому на этой почве, конечно, у нас возникли споры, противоречия. Александр Рудской спустя год на прежние места вернул чиновников, которые в прошлом зарекомендовали себя с лучшей стороны. Занял свой пост Эдуард Масалов. Старая новая команда начала работу практически с нуля. Однако многие из решений губернатора по-прежнему не находили поддержки у населения. В 1999 году Рудской распорядился закончить строительство в Курске триумфальной арки. Это сооружение начали возводить еще в советское время. Арка, многие смеялись на том, что действительно зарываем мы деньги в землю. Но надо вспомнить, что это был период, когда в основном в стране не хватало наличных денежных средств. И все расчеты производились в пределах 90% это зачетами. То есть живых денег не было. Поэтому, что можно зачетами? Заработную плату выплатить нельзя. Нужен металл, но металл нужен не человек, а нужен мужик какой-то. Поэтому проходилось вот за счет зачета это построить. теперь уже, по-моему, никто не смеется, потому что действительно это визитная карточка нашей Курска. За 4 года Александр Рудской, губернатор Курской области, набрал огромное количество кредитов. По состоянию на 1 января 2000 года долги по заемным средствам превышали 1 миллиард 100 миллионов рублей. Бюджет был дотационный на 70%. А когда меня ушли в 2000 году профицит бюджета составлял 12%. Есть результат? И вот мои оппоненты вот самый главный козырь был набрал кредитов. Я говорю ну тогда во-первых вам никому такую бы сумму никто бы никогда не дал. Это раз. А во-вторых назовите мне пожалуйста экономический способ при полном отсутствии наличных средств при полном отсутствии оборотного капитала при том что бюджетно образующие предприятия 60% приказали долго жить каким образом раскрутить экономику субъекта. Расскажите. Никто рассказать не может. 22 октября 2000 года состоялись очередные выборы на пост губернатора. Несмотря на критику череду криминальных скандалов связанных с его подчиненными Александр Руцкой оставался наиболее вероятным претендентом на победу. Он настолько был уверен в своих силах что даже не проводил предвыборную агитацию. Сильная сторона Александра Руцкого что он по сути такой мужик он как бы знаете сегодня это как бы одно из высших званий быть мужиком. Но знаете всегда свита в общем-то делает короля и он не всегда был разборчив в окружении. Это было и когда он был вице-президентом не всегда его окружали те люди которые могли ему посоветовать что-то дельное и так же может быть получилось и в Курской губернию. За 12 часов до начала голосования суд снял с выборов кандидатуру Александра Руцкого причина он не указал площадь балконов своей квартиры за оставшееся до выборов время что-либо исправить было уже невозможно. Чуть позже высказывалось несколько мнений почему Руцкого отстранили от власти. Кто-то связывал его отставку с излишне смелыми высказываниями во время спасения подводной лодки Курск кто-то видел причину в конфликте с силовыми органами. Новый глава Курского региона Александр Михайлов сразу после победы создал специальную комиссию в которой вменялось проверить финансово-хозяйственную деятельность команды прежнего губернатора. Местная пресса взахлеб рассказывала о том сколько было потрачено не по назначению. Приводились цифры, факты однако следствие так и не нашло ни одного доказательства виновности Александра Руцкого. Вы знаете что я привык оперировать документами и юридическими фактами. Есть русская пословица не пойман не вор поэтому сам Александр Владимирович под судом не состоял и соответственно не осужден значит он не виновен. Я могу сказать что бюджетных средств незаконно из расходов не было. То есть бюджет он в данном случае даже и не пытался влезть. Каким путем другим? Ну для этого были проверки и так далее поэтому что-то наговаривали что-то недоговаривали. После 2000 года Александр Руцкой еще несколько раз предпринимал попытки вернуться в большую политику. В 2001 и в 2003 годах он баллотировался в депутаты Государственной Думы. Однако в первом случае он сам снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Во второй раз его отстранили от выборов якобы из-за неправильно оформленных бумаг. В 2000 году когда сняли с регистрации и не допустили к выборам так вот за один год за 2001 21 уголовное дело и все по статье злоупотребления служебным положением. И все это в средства массовой информации. А содержание то уголовного дела в средства массовой информации не уходило. А содержание такое, например, сколько у меня было диких кабанов и чем я их кормил. Сегодня Александр Рудской уже не строит планов вернуться в большую политику. Он, как и в детские годы, каждые выходные посвящает рыбалке. Живет в подмосковном Одинцово. Воспитывает детей. Два старших сына, Дмитрий и Александр, уже давно ведут самостоятельную они занимаются бизнесом. Младшие, Ростислав и Катя, ходят в школу. Их воспитание одна из главных задач бывшего губернатора и вице-президента России. Они круглые сутки сидя за столом занимаются. Сегодня программы учебные такие, что ребенку некогда выйти на улицу, поиграть в футбол, сходить на секцию и все прочее. Я считаю, что это умышленно делается. Это делается для того, чтобы истребить нацию. Почему? Потому что если молодой человек, ребенок физически нездоров, то может ли он в перспективе родить здорового человека? Конечно, нет. И это неправильно, совершенно неправильно. О своей семье в общении с журналистами Александр Рудской предпочитает не распространяться. Он состоит в третьем браке. С первой супругой, Нелли, они поженились еще в 1969 году. У них родился сын, но их союз оказался недолговечным. Спустя пять лет после свадьбы они расстались. Сейчас Нелли Рудская работает врачом-гинекологом в московской частной клинике. Вместе со второй женой Людмилой Александр Рудской прожил почти 25 лет. Она скиталась с ним по гарнизонам, работала бухгалтером, товароведом. В 92-м году Людмила стала директором дома моды Валентина Юдашкина. После ареста мужа в 1993-м перенесла два инсульта. После нескольких судебных разбирательств они расстались в 1997-м. Камнем преткновения стали дача в подмосковных раздорах и квартира в центре Москвы. Нынешняя супруга Ирина дочь курского чиновника. Она младше Александра Рудского на 26 лет. Одно время Ирина очень часто появлялась на страницах гламурных журналов. Однако после того, как Александр Владимирович попал в опалу, она категорически отказывается появляться перед видеокамерами. Близкие Александра Рудского не дают интервью. Они не хотят, чтобы их личная жизнь стала предметом обсуждения. Рудской по-прежнему полон сил. Он увлечен нанотехнологиями. После отставки и политического забвения Рудской вложил деньги в создание научной лаборатории. Одно из его последних открытий цемент нового поколения. Этот строительный материал, разработанный Александром Рудским, в три раза дешевле своего общераспространенного аналога, но при этом его прочность в пять раз выше. Я знаю, что я могу приносить пользу. И когда от тебя отмахиваются, как от назойливой мухи, и не просто отмахиваются, а делают подлые, просто скажем, немужского характера поступки, вот это больше всего задевает. Это больше всего задевает. Хотя, вы знаете, природа устроена так, когда рубят лес, обратили внимание, рубят вот строевую древесину, а вот эти вот все коряги, да, вот это все убожество, эти все гнилушки оставляют. Они вроде никому не мешают, да и никому и не нужны. Так и в политике. Александр Рудской одна из самых неординарных и противоречивых личностей на политической арене 90-х годов. Яркий и сильный человек в представлении народа, он был воплощением настоящего мужчины, не способного на подлость и обман. Однако еще полвека назад Уинстон Черчилль писал, политика так же увлекательна, как война, но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, а в политике множество раз. Профессиональный военный, герой Советского Союза Александр Рудской вероятно не знал об этом. У него не было своей четко устоявшейся системы взглядов. Он постоянно метался между демократами и коммунистами. При этом Рудской честно пытался изменить жизнь в лучшую сторону. Воспитанный в армейской среде он привык решать любые проблемы быстро, с наскока. Но политика слишком сложная наука для таких простых решений. И в этой войне герой Афганистана Александр Рудской потерпел сокрушительное поражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова